100 дней до Олимпийских игр в Сочи. Эту дату отметили в школе микрорайона Подресково. Ребятам много интересного рассказала гостья, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Для нее приготовили сюрприз – видеопрезентацию, в которой рассказывается о карьере спортсменки и ее достижениях. Проект выполнен совместно учениками 9-х и 10-х классов на английском языке. Мы принимали участие в проекте, который называется «Россия спортивная». Это всероссийский проект, организованный издательством «Просвещение» и администрацией города Сочи. Условия проекта были таковы, что дети делают презентацию о спорте, о спортивных каких-то выдающихся людях. Моя учительница Татьяна Александровна сказала, что там есть такой всероссийский конкурс проводится, и там надо будет сделать презентацию про спортивного человека, который занимается спортом. И вот мы выбрали с ней Анфису Рисцова. Почему именно ее? Ну, потому что она из Химок, и она достигла многого. На конкурс прислали более 30 тысяч работ со всех уголков России. Татьяна Александровна верит в победу своих учеников. Тем более, что и сама героиня презентации Анфиса Рисцова дала высокую оценку работе. Мне очень нравится Подрестского, не только школа, дети, а мне вообще люди Подрестского нравятся. Они такие, будем так, людским языком говорят, неизбалованные, очень гостеприимные. Мне всегда очень приятно общаться с детьми. Поэтому я только положительные, только такие заряды, в общем, энергетические я получаю все время в общении с детишками. Думаю, что это взаимно. Мероприятие организовано по инициативе депутата Совета депутатов города Любови Павловой. Она знает, что школьники Подрестского знакомы со спортом не понаслышке. В девятом Б классе есть футбольная команда. Некоторые занимаются конным спортом. После этой встречи здесь появятся еще и лыжники, уверена Анфиса Рисцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова